Сегодня к ним придут очень интересные гости. Это Датсук, Павел, Александр Овечкин, Артемий Панарин. У меня было в планах сесть Александру Овечкину на шею с колокольчиком и с бантиком, но я уже, к сожалению, выросла из этого возраста. Мы хотели станцевать с Лешей школьный вальс. Мы же можем просто медленный, понимаете? Ситуация с автографами напоминает балу сатаны булгаковский, когда к Маргарите очередь шла коленку поцеловать. Столько людей. Так, войдите. Журналисты. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Я, конечно, далеко уже не первоклашка, но сегодня пришла на первосентябрьскую линейку. В отличие от многих других школ, школа-интернату 576 очень повезло. Здесь воспитывают юных хоккеистов динамовских, но сегодня к ним придут очень интересные гости. Это Датсук, Павел, Александр Овечкин, Артемий Панарин и еще гисты, которые даже мы не знаем, кто это будет. Вот мы их сейчас ждем. Они должны подняться на сцену и торжественно поздравить первоклашек. Очень хочется спросить у Александра Овечкина, тянут ли его до сих пор бело-голубые цвета. Ведь он воспитанник школы «Динамо» московской. Ты знаешь, я такой вальсер. Я еще так как-то медленно. У нас не получилось. Мы хотели станцевать с Лешей школьной вальсом. Мы же можем просто медленный, понимаете? Медленный же мы можем. Да, медленный можем. Это те, кому катка не хватило просто. Они вышли потренироваться здесь на улице. Каждый раз такая линейка? Практически каждый раз. Но сейчас праздник, 60 лет в школе. Может такое случиться, что «Динамо» будет как равнозначный «Скай» выступать в КХЛ? Или таких планов в принципе нет? У нас вообще нет планов конкурировать как-то со «Скай». Мы развиваемся сами, самостоятельно. И просто выстраиваем и восстанавливаем динамовские традиции. И хотим, чтобы хоккей был более разнообразным в городе. И не только доминировал «Скай», но и было и «Динамо», и другие клубы. Мы за это. А вот до этого Захаркин Игорь Владимирович, тренер Салавата Илаева, сказал, что своему братаря не поменял, потому что хотел, чтобы батарейки прокатили до конца. Ну, грубо говоря, чтобы он испил чашу до дна вот этого поражения. Как правильнее поступать? Менять такой ситуации галкипера сразу или давать все-таки возможность прокатиться этим батарейкам? Ну, что касается вратаря Салават Илаева, к нему были и нарекания и в прошлом сезоне. Я не могу сказать, что он сильный вратарь и играет очень здорово. Мне кажется, что вратаря надо менять, потому что поменяли шестерки на «Скай» в итоге вырвала очко и была близка к тому, чтобы победить в матче. Может быть, сделать замену Захаркину, и игра могла сложиться по-другому. Но все-таки 1-7 для команды, которая претендует на какие-то медали или на какие-то результаты в чемпионате. Наговарок. Вспоминайте молодость-то. Молодость? Какую? Свою? Да, Лена, свою-то уж давно это было, как говорится, почти 40 лет назад. Любое поколение, которое приходит на смену, оно более молодое, более талантливое, можно сказать так, да, более прогрессивное, скажем, да. То есть на сегодняшний день хоккей, он намного стал интенсивнее, быстрее, да, и ты должен принимать и быстрее решения, и быстрее кататься. Силовая борьба никуда не уходила из поколения в поколение, вот. Поэтому, ну, ребята-мастера своего дела, и не зря они играют и в сборной России, да, и являются ведущими игроками в национальной хоккейной лиге. Вот я заметил, что с каждым поколением игра хоккей становится намного быстрой. Поговорят, Павел Бурой еще хорош, несмотря на колено. Не, ну, знаете, мастерство, как говорится, никуда не ушло, вот. Просто годы немножко подбирают, а так, да, мы выходим, мы играем, и так же в меру своих возможностей ускоряемся, да. Ну, вот сегодня вот шутили, знаете, как, а ручки-то они все равно все... Ну, помню, да, ручки-то они, да. Вот они. За время КХЛ было и первое, что тренер совмещал, и второе, что не совмещал, и опять вернулись к тому, что совмещает. Если взять историю советского хоккея, да, и российского, то всегда тренер, он совмещал эти посты, никогда освобожденным не был. По моему мнению, опять же, как спортсмена, как хоккеиста, да, как ветерана, это то, что тренер на совмещенной должности работает намного прогрессивнее и лучше. Ну, я знаю, что вы очень гордитесь фотографиями даже, да, с игроками великими, выкладываете в фейсбуке. А что же это может быть для детишек вот таких маленьких, да, что если даже вы такой человек, который, в общем, сам играет в хоккей, крутится среди таких хоккеистов? Ну, всегда должны быть примеры в жизни, образ, угрожание. И я думаю, это важно иметь таких кумиров, которые добились больших успехов не только в хоккее, а в принципе по жизни для первоклассников, которые первый раз пришли сегодня в школу. Я думаю, это будет хорошим примером на будущее, и они должны стремиться к этому и, возможно, превзойти достижение своих кумиров. А кто был тот человек, кто стал для вас кумиром в хоккее? Я всегда следил за всеми хоккеистами. Прошло нашего хоккея, советского хоккея. Я думаю, лучше этого нет в мире. Всегда читал книжки Валерия Харламова. Всегда следил за ним еще до выхода фильма. Мне всегда очень нравилось именно, как он играл, и сейчас в таком же стиле играют. Саша Овечкин и Яков Ольщук. Можно сказать, что с открытием базы мы будем уже часто здесь видеть сборников. Скажу, что в Питере развивается инфраструктура хоккейная. А то, что говорить про сборные команды, это уже совсем отдельная история. Это нужно об этом подумать чуть позже. Все-таки Новогорск база – это лучшая база в стране, может быть, даже лучшая база в мире, которую мы видели. Там есть все. Там есть и Манеж, и такой территории обычно. До данного момента нет в Санкт-Петербурге. Но, например, можно восстановить базу в Кавгалово, базу в Скар. Да, шикарно, кстати. И там можно сделать не хуже, чем база в Новогорске. Уважаемые болельщики, мы побывали с вами на линейке первосентябрьской. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как приветствовали наших именитых хоккеистов ребятишки, потому что для них это большое событие. Не отпускали они их до самого последнего момента. Буквально провожали в автобус, спросили автографы. Поменяй меня! И даже, в общем-то, опытные журналисты фотографировались, и тренеры так сильно уважают игроков. К сожалению, нам не удалось поговорить с Александром Овечкиным. Он очень быстро проскочил в автобус. Но я думаю, что у нас еще будет шанс встретиться с ним. Подписывайтесь на наш канал, смотрите передачу Новокриминалити, читайте газету «Спорт день за днем». С вами была Татьяна Чернова и Дмитрий Широков. Еще увидимся!